Мексиканец Сауль Альерас поделился своими планами на следующий поединок. В разговоре с автором ютуб-канала ES News Эли Сигбахом, канал сказал, что он намерен вернуться на линд в мае на ближайший выходной к празднику Синка де Майя, который отмечается 5 числа, последнего месяца весны. Также мексиканец добавил, что планирует провести следующий бой во втором среднем, либо в среднем весе. «Я пока не знаю, с кем встречусь в следующем бою. У меня есть много вариантов, разные боксеры». Затем Сигбах стал перечислять возможных оппонентов, назвав имена Дмитрия Бивола, Артура Бетербиева, Давида Беновидиса, Калума Смита, Калиба Планта, Билли Джо Сондерса, Дмитру Сандрейда, а также Геннадия Головкина. Канело молча кивал головой после каждого из вариантов, а ответ на упоминание Трипл-Ж лишь ухмынулся и пожал плечами. По информации телеканала ESPN Deportes, а также промоутера Эдди Хирна, следующим соперником Канело может стать чемпионом WBO во втором среднем дивизионе Билли Джо Сондерс. Журналист BoxingNews24.com Тим Иройнер перечислил аргументы против боя Канело Сондерс. Вот что мешает Сондерсу устроить бой с Канело. Он малоизвестен американским фанатам. Он провел невзрачный бой против Марселла Истабана Косареса. У него уродливый стиль бокса. За 10 лет вел по сложному списку, у него не было имен, кроме Криса Юбинга-младшего. А еще он все портит. Если Канело решит подраться с Сондерсом, над ним будут смеяться многие фанаты, потому что хватает вариантов гораздо лучше. Болельщики хотят видеть, как Канело дерется с Биволом, Смитом, Андрейдом или Чарло. С Головкиным он не сможет драться в мае, потому что Triple G будет занят обязательным боем IBF Шереметы. Трудно представить, что Дозон даст согласие использовать один из боев по контракту Канело против Сондерса. Это не принесет Дозон новых подписчиков, а цифры Канело за последнее время снизились. Также боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мыслями о потенциальном противостоянии Саулем Альвересом. Если бы Канело перешел смешанное единоборство, то поединок с ним не стал бы испытанием для меня. У меня есть чем погасить ему свет, я это знаю. Может быть я не обладаю таким сильным ударом, но я в 10 раз атлетичнее, чем Канело. Один удар ногой равно силен 10 ударом рукой. Если я смогу перевести энергию своего тела в бокс, то я смогу нанести ему урон. В боксе нужно наносить около 80-90 ударов за раунд. Если идти в бокс, то ради боя с лучшим. Тренер чемпиона WBA Super во втором среднем весе Калума Смита Джо Галлахер заявил, что Сергей Ковалев является одним из наиболее интересных соперников для его подопечного. Послом наставника бой Смит Ковалев может состояться на стадионе Энфилд в Ливерпуле. Я думаю, что Сергей Ковалев отличный соперник для боя на Энфилде. Мне кажется, что после боя с Энтони Ярдом он создал себе отличное резюме в Великобритании. Поединок Ковалева с Канело был близким, вплоть до его остановки. Безусловно, если мы проведем бой с Ковалевым и победим его быстрее и ярче, чем в Орте Канело, то это создаст дополнительное давление на Канело. Мы готовы биться с Ковалевым в 175 фунтах. Журналист Райан О'Хара назвал сильнейшую сторону Геннадия Головкина, а также высказался о его поединках с Аулем Альваресом. Бой с Головкиным был самым сложным в карьере Канело. Это было два разных боя. Даже Тедди Атлас, который ненавидит трипл-жи, отдал ему победу. О чем это говорит? Это один из самых конкурентных вариантов для Канело, а значит и прибыльный. Конечно, Деревяченко навязал борьбу трипл-жи, но потрясти его не смог. Подбородок Головкина – один из лучших в мире. Я не думаю, что его вообще сможет нокаутировать кто-нибудь из средневесов. Реальная проблема в том, что и Головкину вряд ли удастся нокаутировать Канело. Их третий бой должен состояться. Казахстанский боксер легкой весовой категории Зултан Заврубек отреагировал на видеообращение Энтони Джошуа. «Для меня большая честь получить такие прекрасные пожелания от этого человека. Это придает мне еще больше мотивации тренироваться усерднее для достижения моих целей. Спасибо тебе за поддержку. Я очень это ценю. Я желаю тебе всего наилучшего в твоем следующем поединке. Нокаутируй его чемпион и верни себе свои пояса. Они принадлежат тебе». Поляк Камил Шеремета рассказал об ожидании боя с чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным. «Принимай спокойно критику и не позвали ей лишать тебе уверенности в себе. Вера, дисциплина и труд – залог успеха. Жду официального объявления моего боя с великим Головкиным. Вперед за Польшу». Интересно, что поляк ошибся и указал аккаунт не самого Головкина, а одной из фан-страниц казахстанского боксера. Проспект второго среднего веса Бегтимир Милюкузиев подписал соглашение сразу с двумя промоутерскими компаниями – Golden Boy Promotion и Мир Бокса. Милюкузиеву всего 23 года и, несмотря на столь юный возраст, у него за плечами богатая карьера в любительском боксе. Уроженец Узбекистана выигрывал серебро на чемпионате мира в 2015 году, а также занимал второе место на Олимпиаде в Рио. «Этот парень – абсолютный зверь. Он силен, у него очень быстрые руки и ноги, особенно для этой весовой категории. Будем максимально быстро и честно поднимать его в рейтингах», сказал глава Golden Boy Оскар Далахоя. Казахстанский средневес Мирим Нусултанов выразил готовность встретиться с богамцем Туарена Джонсом. «Насчет Туарена Джонсона. Я, конечно, готов с ним биться. Я так понимаю, переговоры уже идут. Если наши промоутеры договорятся, мне остается только доказать на ринге свое превосходство. Я считаю, что мне уже пора боксировать с топовыми соперниками. Главная цель – стать чемпионом мира. На этом пути, как и себя в зале, своих противников в бою жалеть не буду. Даст Аллах, этот день скоро настанет». Бывший чемпион мира во втором легчайшем дивизионе Гильер Моригондо проведет бой за вакантный титул WBA World в легчайшем весе. Соперником 39-летнего кубинца станет 37-летний экс-чемпион из Винсуэлы Либорио Солис. Поединок пройдет 21 декабря в Калифорнии. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok